В торговом центре Калейдоскоп, что на станции метро Сходнинская, открылся первый в России официальный магазин Xiaomi. На открытие я, к сожалению, не попал, но смог добраться до магазина спустя неделю, о чем и хочу рассказать в этом видео. Сам магазин невелик, примерно 30 квадратных метров. Выполнен в фирменном минималистичном стиле, светлые тона, деревянные столы, в общем китайский Apple. Хотя ассортимент компании Xiaomi очень разнообразен, в магазине пока доступна не вся продукция. На сегодняшний день можно приобрести следующие товары. Фитнес-трекеры. Mi Band Pulse 1S за 1 990 рублей и Mi Band 2 за 2 990 рублей. Пауэрбанки. Mi Powerbank на 5000 мАч за 1290 рублей и Mi Powerbank на 10000 мАч за 1690 рублей. Также можно приобрести Bluetooth-колонку. Mi Bluetooth спикер за 3 990 рублей. Из смартфонов доступны. Redmi 3 на 32 гигабайта за 16 990 рублей. Redmi Note 3 на 16 гигабайт за 16 490 рублей. Redmi Note 3 на 32 гигабайта за 19 990 рублей. Redmi Note 4 на 64 гигабайта за 19 990 рублей. Mi Max на 32 гигабайта за 23 990 рублей. И Mi 5 на 32 гигабайта за 32 990 рублей. Также в магазине представлен телевизор. И гироскутер, которые пока не продаются, но вскоре появятся в продаже. Еще представители магазина обещали ближе к Новому году расширение ассортимента. На последние новинки в магазине можно сделать предзаказ и получить товар сразу, как только он поступит в продажу. На всю продукцию, купленную в магазине, распространяется официальная гарантия. И, конечно, я спросил, как же правильно произносить название компании. На что был дан четкий ответ Xiaomi. Xiaomi. Что же мы имеем в итоге? Плюсы магазина. Перед покупкой аппарат можно подержать в руках и протестировать. 100% оригинальные устройства. Русифицированная прошивка. Официальная гарантия. Аппарат на руках сразу после покупки. Из минусов – цены. В сравнении с серым рынком и китайскими магазинами. Подводя итоги, как мне кажется, основными клиентами магазина станут оффлайн-покупатели. Особенно если они зайдут в соседний Samsung и посмотрят цены там. Те же потребители, которые заказывают товары из Китая, скорее всего, из-за разницы в цене, будут продолжать покупать именно там. Исключением, думаю, могут стать крупногабаритные товары. Например, такие, как телевизоры, доставка которых из Китая стоит существенных денег. Ну что же, на этом я буду завершать свой обзор. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!